Продолжение следует... И говорится так. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу и так далее. Там уже не важно. То есть апостол Павел прямо пишет, что ближе к последним временам и уже в сами последние времена люди будут запрещать вступать в брак. Но есть еще одна проблема. Даже, наверное, еще больше. Это когда люди говорят, зачем нам эту печать в паспорт? Живем мы там, любим друг друга и все хорошо. Но здесь уместно вспомнить другие слова апостола Павла. Брак честен, а ложа не скверна. Он говорит, брак да будет у вас честен, а ложа не скверна. Честен, то есть законный. Дело в том, что, друзья мои, если бы вы и правда жили бы в такой простоте и отрицали бы все печати, которые есть, это было бы одно. Но ведь у вас есть свидетельство на собственность о жилье, и вы эти документы храните. У вас есть паспорт, у вас есть водительские права и много разных других справок, которыми вы пользуетесь, да, и которые вы требуете, когда это необходимо. Соответственно, так же и здесь. Если в вашей жизни наступает такое важное изменение гражданского состояния, то есть вы вступаете в брак, берете на себя ответственность, будьте добры, сделайте это по закону. Об этом также говорит Христос. Кесарю кесареве, а Божию Богу. Вы живете в правовом государстве, поэтому у вас должен быть закон царствовать в вашей семье. Если же вы не хотите жить в правовом государстве и не хотите нести никакую ответственность, пожалуйста, найдите какое-нибудь чудесное племя, которое верит, что самолеты прилетающие, это Господь Бог, и живите там. Хотя, наверное, даже в этом племени также есть законный брак, просто у них не печать паспорт, там может быть какую-нибудь кровь идоложертвенного животного нужно попить. Да, вас потом помажут, и вы все равно будете считаться тогда законным мужем и женой. Так что помните, что беззаконное сожительство – это блуд, а законное сожительство – это брак. И церковь, кстати, венчает только законных муж и жену. А те, которые беззаконно живут, должны помнить слова апостола Павла. Не обманывайте себя, никакой блудник царство Божие не наследует. А те, которые беззаконно живут, не обманывайте себя, никакой блудник царство Божие не наследует.